И облучаем нашу яремную ямку. При этом вы должны испытывать ту функцию, которую вы хотите. Если это молодость, то вы вспоминайте, как вы себе нравились, когда вам было, например, 20-25, ну я не знаю, возраст любой. Если вы хотите, например, превратиться в другого человека, то вы испытываете ощущение другого человека. Просто наблюдайте, например, смотрите, или не обязательно на человека, на животное. Вот у нас очень часто люди, когда держат дома собачек, кошечек, еще там кого-нибудь, они знают все питомца от и до. Все характеры, все повадки. Вот если вы хотите превратиться в кого-то, конечно же, это будет управляемая ликантропия, то вы входите в состояние предмета, например, или существа, или другого человека, или неважно, там, сферического, любого объекта глобального. И вы начинаете себя облучать, и вы становитесь им. Вот интересно, что те люди, которые этим занимаются, они делают это, да, но они никому об этом не рассказывают. Это сразу вам скажу. Что если у вас что-то начнет получаться, сидите тихо, как мышка. Никому ничего не рассказывайте, потому что как только вы засветитесь, как только вы кому-то что-то расскажете, вас мгновенно уничтожат. Я предупреждаю, я серьезно говорю, потому что все, что связано с волшебством магии, хламидомагией, там, метеургией, волшебством, там, ну, не знаю, любой нашей древнеправославной наукой, якбой это раньше называлось, это все под запретом. То есть это вообще то, что ни в коем разе нельзя разглашать и показывать. То есть это прям за семью печатями. Естественно, раз это так, у вас что-то начнет получаться из того, что я тут наговорила, никому не рассказывайте, даже близким, потому что они, ну, как бы могут ляпнуть где-то, не подумав, могут там, например, в переписке с вами, в мессенджерах упомянуть, что-то там сказать, а у нас же все секут. Поэтому лучше, если вы вводите какие-то метаморфозы, тем более работа с некантропией, осуществлять на природе. Это обязательно. Следующее, это я сказала, следующее, у нас воздействие на ментальное тело. То есть для того, чтобы усилить функцию изобретательства, первооткрывательства, или просто, например, усилить память, потому что у нас у всех из-за того, что мы кушаем глютен в продуктах, употребляем из-за того, что мы кушаем солонин, который отбивает памяти прошлой жизни и этой жизни, у нас памяти нет. То есть мы вот сегодня помним, что было вчера, уже слабо. Что было позавчера, вообще ни о чем. Что было год назад, это как будто бы другие вообще люди, не мы. То есть те, кто ведет дневник, те понимают, о чем я говорю. То есть сложно вспомнить вообще, о чем речь. Так вот для того, чтобы усилить память, усилить ментальные способности, ну так вот, например, если у ребенка какие-то проблемы, то есть можно воздействовать на точку, как раз на затылочную точку, которая вот выемочку или ямочку, правильно, да, крепление головы к шее. То есть это основание черепа, там есть хорошая такая ямочка. То есть мы берем фокус плеча нашего, воздействуем на эту точку. Естественно, опять же, да, будьте готовы к спецэффектам, потому что когда у вас обострится ментальная деятельность, вы будете видеть все, у вас начнут дедукция, индукция, все-все-все, все, что с этим связано работать. Вы будете видеть всех лжецов, вы будете понимать, где кто там, значит, предает, где говорит правду. То есть вы на ментальном уровне, будете причинно-следственные связи, все, что человек говорит, думает, и физиология, какая у него, определять и в моменте. То есть от вас ни одной тайны не утаишь. И причем люди начинают потом пищать и визжать, когда ты им в личном общении рассказываешь об этом, они начинают практиковать, потом прибегают к тебе и просят, как закрыть способность, потому что жить невозможно. Такое ощущение, что я в аду, потому что я про всех все знаю, кто о чем думает, чем живет. Обычно все способности закрываются, если человек кушает сахар. Причем тростниковый в меньшей степени, а обычный свекольный, ну то есть белая свекла, вот эта вот, из которой делают сахар, вот просто 100%. То есть где-то месяцочек посидите на сахаре, на всех плюшках углеводных, где очень много сахара, и все способности быстро закроются. Поэтому автономия в этом плане мне очень нравится, потому что подвоха в еде нет вообще. То есть ты крутой, ты не кушаешь, не спишь, не ешь, не пьешь, и системе от тебя, в принципе, нечего взять, потому что ты от нее ничего не ждешь. Так вот, вернемся. Следующий параметр. У нас ямочка над губой. Вот смотрите, у нас есть такое понятие, как поцелуй, но это неправильное название. Когда мы соединяемся с кем-то губами, на самом деле это полилуй. Полилуй. У нас энергия ци – это энергия половых органов. Ну, как и есть, да, буду говорить. Поэтому все, что связано с поцелуем, это не в губы точно. Поэтому все, что связано с прикосновением губами друг к другу, это полилуй, потому что энергия ли локализуется в ямочке вот здесь. Вот сейчас полилуй, ну или в современном понимании, буду уже говорить, чтобы вы не путались. Поцелуй – это некая такая разменная монета. Люди только друг друга увидели, уже стремятся вот на этом фоне объединиться, целоваться, еще там что-то делать. А ведь представьте себе, что энергия судьбы у нас сосредоточена вот здесь. Вот интересно, да? И получается, когда ты входишь в контакт с другим человеком, ты можешь очень быстро изменить свою судьбу, сбить ее мгновенно. Поэтому все прикосновения к другому человеку, особенно интимные, особенно там все, что связано с современным названием поцелуй, да, правильно, полевой. Это наисакральнейшая ситуация. Своим детям обязательно это нужно объяснить, потому что изменить, изурочить, испортить судьбу можно одним поцелуем. Вот с человеком, который вообще и не вспомнит ни тебя, ни как, а судьбу твою успеет изменить. Поэтому для того, чтобы этот мусор не приходил в вашу жизнь, нужно, конечно же, фильтровать. Так вот, для того, чтобы изменить или вернуть правильно свою судьбу, мы берем параметр локоть, находим фокус и воздействуем этим локтем, соответственно, на ямочку, которая у нас находится вот здесь. Вот природа, да, интересная. Она любит фокусы, она любит создавать те входы в наше тело. Почему? Потому что вот все вогнутое, оно принимает, все выпуклое, оно излучает. Далее двигаемся. Значит, у нас есть еще одна ямочка скрытая. Вот помним, что люди иногда от неурядиц, например, семейных рабочих, они начинают заедать. То есть они кушают, кушают, кушают и вырастают второй, третий, четвертый и так далее подбородки. Так вот, нужно следить за своим питанием и не заедать это, а работать со своей душой. Почему? Потому что тут у мужчин кадык есть, у женщин нет. Но вот это положение, где у нас шея переходит в челюсть, вот здесь, это как раз тоже ямочка. И вот эта ямочка у нас отвечает за душу. То есть мы берем ладонь, формируем фокус и воздействуем на эту ямочку. И, соответственно, очиститься на душевном уровне от гаваха, от каких-то вообще замученных событий, которые, или замученных эмоций, которые у нас были. То есть очистить свою душу и напитать ее потенциалом, и преобразить ее можно как раз через воздействие на эту ямочку. То есть если вы сядете спокойно, вы ее найдете. Вот она здесь и как раз находится. Следующее. все знают межбровие. Вот индуистская теория, она в этом плане молодец, что она хотя бы эти знания сохранила. Вот эта ямочка, она ответственна за воздействие на наш дух. То есть мы берем пальчик, находим фокус, строим и воздействуем на эту ямочку. И тем самым мы усиливаем наш дух. После работы с нашим духом мы сразу понимаем, куда идти, что делать, чем оперировать, какими механизмами пользоваться для того, чтобы эти цели достигались. Все очень просто. Энергии Си и Ци это соответственно у нас половые органы. То есть слабоко половые органы. Ну, понятное дело, что с ними работать через фокус не получится, но там точки вогнутости тоже существуют, но там другие техники воздействия, и о них, конечно, мы сегодня говорить не будем. Так вот, получается, что изменить себя вообще в качественном смысле можно легко. То есть вы знаете, что у вас есть меры, вы облучаете себя своими же мерами, все происходит на уровне родения, не забывайте, то есть работа с любой точкой, где бы вы ни работали, это соответственно работать через родение. То есть вы испытываете эмоцию, вы создаете фокус и этим фокусом облучаете себя. Следующий интересный факт. Вот у нас есть железы, я просто вот себе на листочке выписала, чтобы просто не забыть, потому что если, ну, как бы быстро будешь говорить, какую ты забудешь. У нас есть такие железы, они, некоторые, не озвучиваются в медицине, потому что если они будут озвучиваться, соответственно, с ними нужно будет работать, объяснять народу, зачем они нужны и какие гормоны производят. Естественно, они отвечают за эволюцию. Так вот, копчиковая, вилочковая, щитовидная, паращитовидная, эпифис, гипофис, гипоталамус, лобковая, пояснично-аортная, сердечно-аортная, межсонные железы и железы на аорте, которые более 10 штук. Так вот, что происходит, если мы начинаем воздействовать на свои железы? у нас есть некие результаты, события, которые мы можем достигнуть через последовательное воздействие на наши железы. Это музыка, гормоны. То есть мы, например, берем меру и начинаем, ну, например, ладонь, меру ладонь, создаем фокус по этой ладони. Если вы не знаете, где находятся ваши железы, их легко можно определить маятником. Вот этот маятник, он называется маятник Мезенцева. Очень много информации по маятнику Мезенцева вы можете найти. Станислав Мезенцев, он был, он бывший министр здравоохранения СССР. После того, как, соответственно, его сместили, а он там под шумок много чего полезного хотел сделать, вот, значит, он внес такое знание о маятнике. Ну, вы посмотрите, сейчас не буду тратить время наше дорогоценное, вот, ну, я лично пользуюсь маятником Мезенцева, это очень удобно, комфортно, и он хороший помощник во многих делах. Так вот, маятником можно определить, даже если обычный маятник, даже не Мезенцева, а вот обычным даже маятником, либо даже таким, да, можно определить местоположение ваших желез. И, когда вы определите местоположение и конфигурацию, ваших желез, потому что маятник это тоже может показать, вы можете воздействовать. Значит, как мы воздействуем? Вы находите железу, ну, например, самую очевидную, это щитовидную и паращитовидную. вы находите фокус, да, и ставите. И на 16 туков сердца. Почему на 16? Потому что число 4 ведет к материализации и проявлениям. Это 4 раза по 4. То есть вы воздействуете на свою щитовидную железу, 16 туков сердца, потом, например, вы будете воздействовать на вилочковую, да, держите напротив вилочковую, потом на поджелудочную. И все по 16 туков. Потом закончили работу. Например, завтра тоже так же, 16, 16 и 16, да, и так делайте за дня в день. И вот эта музыка гормональная, она приведет к определенному результату. То есть, чтобы вы понимали, гормональный результат, он ведет не просто к какому-то преображению, а, например, у нас же раньше были все органы парные, мы можем воссоздать все органы, сделать парные, чтобы у нас было два сердца. Одно сердце качает венозную кровь, другое артериальную. У нас были, было два желудка, сейчас у нас поджелудочная, она выродила, ну, вернее, два желудка, один из них выродился в поджелудочную. И было две селезенки, две печени, то есть у нас вот парные органы, они были все, как два легких, как, например, две почки, это было нормой. То есть мы можем за счет вот таких гормональных воздействий, какие вы понимаете, что вам нужны в организме, придать, вырастить что-то новое. Или, например, восстановить, если ампутирована та или иная часть тела. У нас очень любят вырезать, там, например, желчный пузырь, аппендикс, да, то есть вот это все можно вырастить. Или, например, швы, да, вот их можно рассосать, потому что регенерация обязательно включится. Или, например, вы хотите превратиться в какое-то существо. Вы смотрите, какой гормональный фон у этого существа. Сейчас вся эта информация есть, то есть какие гормоны какого животного, соответственно, как устроены, как работают, в какое время суток начинает работать, какая железа. И вы начинаете на те же самые железы работать у себя по очереди. И рано или поздно вы превратитесь в то или иное существо, какое вам нужно. Вот я рассказываю это не для того, чтобы вы это делали, для того, чтобы вы понимали, насколько многогранны наши организмы. для того, чтобы вы понимали, что мы – это единственное, что нам нужно для того, чтобы жить счастливо, бесконечно вечно, сохранять молодость, сохранять активность, быть невероятно крутыми, волшебными, магическими, еще какими-то. То есть для того, чтобы все вот это случалось в нашей жизни, нужно просто, чтобы мы были. Редактор субтитров А.Семкин